Благодарю всех. Я не буду говорить о регистрации случаев раковых заболеваний. Я буду говорить в основном о контексте, в котором этот процесс ведется и как это используется в Австралии. Австралийское правительство за последние пять лет должен сказать, очень серьезно озаботилась о проблеме борьбы с раком. Вот уже много лет мы жаловались на то, что очень мало внимания уделяется борьбе с раком. Теперь у нас даже больше этого внимания, чем мы могли бы его перенести. Поэтому на нас сильно давит правительство. Потому что им хочется, чтобы мы измерили огромное количество факторов, начиная с первичной профилактики на уровне всего населения, всей популяции, до скрининга, лечения, вплоть до терминальной помощи. Мы должны придумать эти индикаторы, и мы должны получить и поддержку медицинской отрасли, и поддержки населения. То есть в итоге правительство ждет от нас индикаторов, на которых будут проводиться разные мероприятия. И вот эти индикаторы были восприняты большим энтузиазмом медиками, потому что они считают, что они помогут им оказывать лучшие услуги населению. Кроме того, они могут показать через индикаторы, что финансирование здравоохранения направляется в правильном ключе. Кроме того, и население тоже будет опираться этими периодическими индикаторами для того, чтобы отстаивать свои интересы. Поэтому я говорю о том, что в стране существует широкая поддержка сбору информации и наполнение тех индикаторов, которые у нас теперь имеются, и государство тоже поддерживает. Поэтому наш реестр содержит высококачественные данные на основе морфологического подтверждения и соотношению DCI. Итак, что теперь с этим делать? Мы связываем разную информацию, данные, которые поступают из реестров рака. Мы сводим, так сказать, все на одном позвоночнике реестров, которые ведутся в отдельных регионах, и прикрепляем еще другие реестры, в которых содержатся индикаторы, в том числе и по раку груди. Потому что мы соединяем индикаторы по раку груди с реестрами по скринингу рака груди. Как вы знаете, у нас есть единый реестр рака. По всем восьми юрисдикциям провинции обязаны предоставлять данные, которые сводятся в Камберы, в Институте здоровья и благосостояния нации в национальную базу данных. Это как бы хорошо, что все данные собираются по стране. Но мы можем посмотреть на распространенность случаев заболевания, выживаемость, разные типы рака по разным гистологиям. И еще можем посмотреть, как это влияет на разные группы населения по воздругу, исходя из социального класса, от удаленности, от каких-то центров этничности. Вот это то, что категория, которую можем увидеть в данные. Но там не указана стадия ТНМ, и многие индикаторы опираются на стадию ТНМ, а также на другие. Мы не собираем еще и другие прогностические индикаторы. Также не собираем то, как в клиниках ведутся эти заболевания. Но на самом деле финансирующие организации хотят удостовериться, что методы лечения и этапы лечения соответствуют тому, что рекомендуют протоколы, основанные на научно-объективных данных. То есть, что говорят пациенты, то есть масса информации пока еще не входит в раковый реестр. Этот слайд я уже показывал. У нас очень высокая распространенность рака молочной железы в Австралии. В два раза выше, чем в среднем по миру. Очень низкая, однако, надо отметить, у нас всего 14,0% ниже, чем мирового уровня смертности от РМЖ. Если мы посмотрим на данные по выживаемости, относительные по сравнению с международными цирсами, там тоже вы увидите очень высокие цифры выживаемости. Это хорошо знать, но на самом деле это как ни связано ни с тастадией, ни с прогностическими индикаторами, ни с методами лечения. Мы хотели бы узнать, в каких группах населения хорошо лечат, в каких хуже. И мы видим, что все-таки смертность растет в удаленных районах. И если посмотрим на Боргенов, то вот здесь очень низкая распространенность рака. Вопрос, почему? Но при этом смертность присутствует, и нам реестр не говорит, по каким причинам это смертность, из-за удаленности, из-за поздной диагностики. И мы хотели бы эти связи установить. А вот данные скрининга груди на основании всей популяции. Для определенных групп населения это становится показанием. И мы связали эти данные с реестром для того, чтобы убедиться в том, что мы правильное количество раков определяем, что мы никого не упускаем. И для этого у нас есть определенные индикаторы. Еще мы соединили данные скрининга груди с данными реестра для того, чтобы посмотреть на правильность диагноза. Это очень сложная работа, потому что требуется опираться на какие-то предположения, порой спорные. И опять мы без связанных данных, только работая с раковым реестром или со скрининговым реестром, нам бы не удалось эту информацию вывести. Мы хотим понять еще возможную гипердиагностику. Здесь тоже нужны связи между базами данными. Мы также сравниваем уровень смертности населения прошедшего и непрошедшего скрининга, учитываем риски других факторов. И вот такое впечатление, что у нас пошел уже спад этих цифр, аналогично тому, что идет в Европе. Мы можем посмотреть, благодаря каким методам. Вот так выглядит архитектура проектов, в котором мы участвуем. Внизу показаны популяционные реестры. Они получают данные от уведомлений, которые приходят из больницы, от регистрации смертности, от отчетов от так называемой структурированной патологической службы. И это позволяет нам ввести структурную информацию в популяционные регистры. Глава правительства профинансировала последние два года пилотный проекта по включению данных по ТНН или эквивалентные данные в популяционные реестры. И сейчас мы эту работу ведем. И эти данные мы связали с пациентскими данными в больницах и в частных и в государственных больницах. Обязательно теперь информирование, представление данных по диагнозу и по лечению. Есть специальные формы, и у нас есть прототипы, которые позволяют эти данные очень эффективно связать с популяционным реестром. И таким образом, посмотрев на то, как лечат пациентов в больницах, мы можем понять, по каким причинам есть какая смертность в больницах. У нас система страхования, которая называется Medicare. Все застрахованы жители страны. И у нас есть также фармакологические компании. Есть какие-то вещи, которые идут за пределами, допустим, частных и государственных больниц. Фармакологические вещи тоже могут быть подключены к этому проекту. А вот, допустим, по примеру, радиотерапия дозы, зоны мишени, вот все эти характеристики, все это может быть привязано в нашу общую программу. У нас сформировался такой взаимосвязанный банк данных без персонализации, но это полностью собранные все данные, которые регулируются законодательством, выполняют этические законы. Но это нам позволяет посмотреть очень четко на то, и на морфологию, и на результаты, и на результаты лечения. Мы проверяем качество данных, потому что были вопросы. У нас есть клинические реестры, где они существуют, для того, чтобы обеспечить надлежащее качество. И, конечно, это все привязано к системе скрининга. Мы использовали разные прототивы на разных типах рака для того, чтобы доказать валидность результатов. Идут, допустим, по уровню рака легких для колоректального ранка. Все на уровне популяции. Мы смотрели, насколько последовательно придерживается практика на местах рекомендаций. И все это сейчас находится в банке данных. То же, работая с раком простаты, с раком груди, надо сказать, что мы обнаружили недостаточный скрининг в удаленных районах страны. И, соответственно, это сказывается на более поздних стадиях диагностики рака, высокой степени, повышенной степени смертности, меньше консервативной хирургии используется, больше используется удаление рака в груди. В общем-то, полностью мастеэктомия проводится. В зонах, где проживает аборигенное население, меньше реконструкции груди. Вот эти данные имеются в количественном виде. И, соответственно, мы можем уже тогда предоставлять меры исправления ситуации. Это доказывает, что как важны правильные, качественные количественные данные для реальных действий. И, имея эти данные на руках, мы дальше задаем вопросы, почему так произошло. Более продвинутые уровни, более высокие стадии рака в связи с тем, что мало обращают внимания, либо есть культурные моменты, почему вовремя не обращаются. В итоге хочу сказать, что абсолютно необходимо иметь и раковый реестр, но необходимы и связи между разными банками данных для того, чтобы смотреть на другие виды прогностических показателей. Мы используем клинических регистраторов, которые проверяют качество администрированных данных. И в будущем мы хотим, чтобы это все работало очень гладко, без стыков на рельсах, так сказать, чтобы не было каких-то неэффективностей. И есть методология, чтобы все элементы этой общей системы работали как слаженный организм. И нам необходимо и качественные, и количественные данные иметь, потому что для того, чтобы понять, почему разная картина по стране. Дэвид, большое спасибо. Еще раз хочу сказать, что я просто поражен вашей работой в вашей стране, как вы анализируете все. Нет, на самом деле мы не идеальны. Но в любом случае вы добились очень многого, и мы все в будущем хотели бы, чтобы реестр раковых заболеваний включал в себя информацию по клиническим данным, по скринингу, по всем-всем данным, объединенным в одну картину, чтобы у нас было четкое представление о том, какая ситуация сейчас существует и как мы можем улучшить свои услуги в будущем. Итак, комментарии, вопросы, пожалуйста. Да, Дэвид, все очень впечатляюще. Но скажите, скажите, вы собираете данные, и представляете ли вы их как-то в своей системе? Потому что после скрининга вы покрываете больше слоев населения. Вы можете поделиться вот этими данными? Что вы ожидаете? С какими сложностями вы сталкиваетесь в Австралии? По связи, по тому, как ввести данные? Потому что у вас сейчас идет массовый скрининг, количество данных увеличивается. Я знаю, что многие страны хотят собирать повышенный объем данных. К сожалению, в Австралии у нас скрининг предлагается государством. Очень хорошего качества данные собираются на местах, то есть медицинскими учреждениями, которые делают этот скрининг. То есть мы знаем, приглашали людей на скрининг, приходили они или нет, что было обнаружено. То есть вот с мест у нас есть такие отчеты. И дальше эта информация идет через государственную систему. В общем, большинство женщин пользуются государственными услугами. Где-то, наверное, 24% женщин, которые предпочитают, потому что они могут и в частных учреждениях получить маммограммы бесплатно. То есть они не обращаются в государственные учреждения. Тогда вот по этим женщинам у нас пока нет информации, о что получилось. Потому что они еще не подстегнуты к этой системе скрининга. Но мы можем это отследить по данным национальной страховой медицины, потому что это бесплатные мемографии были. И вот получается, что мы увидим, что приходили или нет, но не знаем, чем это закончилось. То есть для уровня распространенности рака мы получаем нормальные хорошие цифры благодаря вот этим связям в общей информационной системе. Тони, простите, я не совсем вас понял, ваш английский. А вы на самом деле ответили, какая у вас разбивка в скрининге между государственными и частными учреждениями. В Азии у нас тоже есть вопросы, что надо понять, насколько можно доверять данным. Но получается, что две системы, государственная и частная, полностью покрывают 100% женского населения Австралии. Еще интересно, в свою программу учета заболевших национальность. Нам коллега заранно рассказывала, что у них там много разных национальностей. В Австралии их еще больше. И страна молодая. И прослеживается ведь этническая принадлежность практически всех жителей. Было бы интересно и заболеваемость этих этнических групп, и смена заболеваемости при смене места жительства. Указываете ли вы этническую принадлежность в своих графах? Спасибо. Это действительно очень важная тема сейчас в Австралии. До настоящего момента у нас не было высококачественных данных по коренному населению, например, у которых высокий риск заболевания. Недавно все эти данные стали применяться, но очень важно и получить информацию о том, где родились люди, где они родились, когда они приехали в Австралию. И нужно сгруппировать людей по такому принципу, кто родился в другой стране, кто родился в Австралии. Все зависит еще от экономических показателей этих стран и так далее. Сейчас очень много работы проводится для того, чтобы оценить, на каких языках говорят в нашей стране. Там несколько языков, у нас используется 9, и это помогло бы нам получить лучшие данные по людям, проживающим в Австралии. Эта информация очень важна для исследований, и это важно для населения, для тех, кто занимается сбором такой информации, потому что мы действительно мультинациональное и мультиэтническое сообщество. И поэтому у нас есть группы людей, и, например, есть женщины, которые страдают раком молочной железы. О них высокий риск не потому, что у нас плохие меры работы с ними, потому что у нас недостаточно данных, поэтому мы понимаем эту проблему, но пока недостаточно преуспели, и мы стараемся, мы двигаемся в этом направлении. Спасибо. Очень хороший вопрос. В Соединенных Штатах также, например, исследуются люди из Вьетнама или из других азиатских стран, и их участие в таких программах совсем небольшое. Это действительно большая проблема. Да, у нас довольно хорошая информация по заболеванию раком молочной железы. Мы знаем, в какой стране женщины родились, на каком языке они говорят. У нас есть такая информация, и это один из показателей продуктивной работы, но под другим видом. Меньше людей принимали участие. Многие люди родились в других странах, они говорят на другом языке, и они меньше принимали участие в скрининге. И поэтому результаты, в общем, у нас получились примерно одинаковые. Если у вас есть методы исследования, у вас есть такой шанс. Если у вас нет правильных методов, то вы никак не можете на это повлиять. Но это не влияет непосредственно на лечение и на управление риском заболевания раком. Я не говорю сейчас о других типах скрининга, вот только об этом.